Итак, у нас следующий гость. Это Вита Рубцов. Прошу, залетай к нам. Привет, привет, присаживайся, бери микрофон. Вита на связи. Расскажи, пожалуйста, кто ты, что ты, как тебе форум? Вижу тебя бейджик участника про. О, это значит, что-то значит. Это значит, что есть что рассказать. Я сооснователь и продюсер продакшена Гогико и также рекламный режиссер. Собственно, сейчас у нас есть продакшен, который базируется в столицах и в Петербурге и в Москве. Я занимаюсь тем, что я ищу и запускаю проекты в нашем продакшене и выступаю как коммерческий рекламный режиссер. Круто, круто. Сколько вы уже лет этим занимаетесь? Я, наверное, видеосъемкой. Видео в целом занимаюсь 6 лет. Я начинал с видеомейкерского пути. И как режиссер я уже второй год, а как продюсер, ну, получается, все 6 лет. В какой момент ты понял, что все, пора не видеомейкерством заниматься, а продакшеном? Что случилось? Случилось знакомство с моим нынешним другом и партнером Гришей Никитиным. Мы с ним познакомились и уже на следующий день мы снимали коммерческий проект для местного скейтшопа. И мы такие, вау, это действительно прикольно работать вдвоем. Потом мы поняли, что наши кейсы, наше портфолио, если совместить, они весьма прилично выглядят. И поняли, что работая в команде, получается результат в разы выше, когда ты работаешь в соло. И потом степ-бай-степ появился просто некий аккаунт в инстаграме, куда мы сливали все наши работы, которые мы не хотели публиковать у себя. Все начали называть нас продакшеном. Мы сначала угорали с того, что продакшен из двух человек, а потом как-то щелк. Мы тоже так начинали. Это достаточно популярный путь развития. Потом просто щелк, и у тебя уже большие проекты, которые требуют больше людей. Ты делал акцент, что ты рекламный режиссер. Расскажи, в чем, во-первых, отличие? Режиссер, ну режиссер же, это же режиссер. Человек, который делает нам картинку, передает то, что мы должны увидеть из сценария в визуальный ряд. Чем отличается рекламный режиссер, и как ты тоже для себя определил, что тебе это ближе? Я люблю деньги. Красавчик. Я изначально начал снимать сразу за денежку. Долгая предыстория, но, в общем, первый проект, который я сделал, достаточно халтурный и слабый, но мне за него заплатили. И я тогда, воу, за это можно… И почувствовал вкус денег. Да, я просто начал это делать из-за денег. Потом, соответственно, выбор какой. Либо ты снимаешь кино, это долгий тернистый путь, и у меня точно голова не варит по киношному. И следующие два пути. Либо ты снимаешь рекламу, работаешь в неких рамках коммерческих, клиентских, либо ты снимаешь клипы. На клипах в России очень сложно зарабатывать. Они… Ты знаешь про деньги? Не случай, когда можно заработать в России. А мне нравится, для меня это челлендж, сделать что-то крутое в коммерческих рамках, в рамках рекламы. Собственно, мне кажется, именно это и стала фишка продакшена, что мы делаем достаточно креативные ролики в коммерческих рамках. И зачастую клиенты к нам и приходят. Чуваки, сделайте нам рекламу так, как делаете вы. И получается, что нам все легче и легче свое видение, свой стиль пропихивать в коммерцию. И это просто прет. И я думаю, что к музыкальным клипам мы придем чуть-чуть попозже, но уже хорошо зарекомендовав себя в коммерческом мире с большими кейсами и именами. Я правильно понимаю, что это в основном постановочные съемки или, может быть, какие-то графические ролики вы тоже делаете? То есть какое-то есть более узкое, скажем так, деление в вашем продакшене? Мы долгое время баловались репортажными историями. И даже в прошлом году у нас достаточно много было историй, но мы делаем репортажки по цене неплохой рекламы. Это из-за большого количества графики и сроков, в котором мы это делаем. Но больше времени сейчас, больше фокус внимания у нас именно на большие постановочные рекламные ролики. От репортажек именно собственными руками мы отходим, мы их просто делегируем, подкидываем нашим ближайшим товарищам. Но сами мы хотим делать большую жирную рекламу и, мне кажется, уверенно туда двигаемся. Круто, круто. Где вы ищете клиентов? Это же, наверное, самый сложный вопрос. Сарафанка решает все. Мы пробовали ради интереса проявлять некую проактивность и писать холодную клиентам, но это не работает в этой индустрии. Все решают связи и сарафанка. Соответственно, делай многое и хорошо, и ты не будешь нуждаться в поиске клиентов. И ты еще сможешь выбирать. В общем, мы их не ищем, они как-то сами находятся, и в целом голова уже думает о другом. О том, как это все разрулить и вывести, а не где взять проекты. Где вы сейчас публикуетесь в основном? Не знаю, Vimeo, RealSource, какие-то спортилицы, профильные площадки, общепризнанные в сфере? У нас достаточно клевый инстаграм. Мы делаем прямо на него акцент. Мы почти каждый день в сети, ведем разные рубрики, заморачиваемся над визуалом, над обложками всех наших работ. Заходите, смотрите. Понятное дело, у нас также есть общепринятый формат индустрии. Это сайт, где можно почитать даже о наших кейсах, которые расписаны, где у нас больше, чем просто одна работа, а где действительно кейс с прикольной историей. И, конечно, есть мой режиссерский Vimeo, просто потому что, например, в Москве без Vimeo это все не работает. Что ты сказал про рубрики? Что может продакшн рассказывать в рубриках? Ну, помимо того, что мы классные и вот этот вот кейс такой-то, да? То есть про что вы рассказываете и про что, может быть, ты посоветовал бы ребятам, кто ведет инсту или какие-то другие соцсети рассказывать? Мы любим мемы. У нас реально есть отдельная рубрика мемов. Понятное дело, это локальные мемы про индустрию. Но они дико всем заходят. Они мало того, что повышают охваты и количество там общих подписок на инстаграм, они реально делают просто аудиторию более лояльной и веселят. Потому что мы снимаем много коммерции и когда мы каждый день что-то будем кидать в ленту нашей аудитории коммерцию, это немножко надоедает. Ну, а что делать? Мы действительно так многое снимаем. И это как бы разбавляет общий тон. Также мы заморачиваемся над бэкстейджами. Мы делаем клевые бэкстейджи с наших съемок. Таким образом мы не только проводим некий ресерч крутых талантов, которые к нам напрашиваются. Действительно, со многими мы дальше продолжаем работать и на более интересных для них условиях. И у нас получаются классные видео бэкстейджи, влоги, которые весьма познавательные. И я рекомендую их смотреть всем начинающим и продолжающим. И, конечно, просто клевые фотокарточки бэкстейджи, которые стильные. И, мне кажется, многих радует, людей, которые были на самой площадке. Потому что бэкстейдж как отдельный вид искусства. Когда вам их делают, вы полностью его аутсорсите и приносите готовый результат? Или ты как режиссер также в процессе создания этой… Ты про бэкстейдж? Да. Ну, как правило, мы вообще… Про видео бэкстейдж. Ага. За видео бэкстейдж, как правило, мы платим. Платим из бюджета продакшена, потому что это важно. И, как показывает практика, если ты не плачешь человеку, ты можешь этот бэкстейдж и не увидеть. Или увидеть в не том виде, в котором тебе хочется. И мы поняли, лучше заплатить и получить что-то приемлемое, чем не получить вовсе. Да, я однозначно смотрю, что они делают. Но, как правило, мне просто не хочется лезть в детали. Я могу что-то, какие-то очень грубые недочеты указать. Но вылизывать там до деталей не буду. Мне важно посмотреть, как работает человек и что приемлемо для него. Бэкстейдж так и так, скорее всего, зайдет и от этого ничего не зависит. Но он зависит от того, как человек покажет свой подход просто к этой работе. И сейчас мы решили, что у нас накопилось столько бэкстейджей за столько лет, что мы хотим сделать документальный фильм, собрать все эти архивные кадры из бэкстейджей и доснять всякие интервью-участия со всей нашей командой и сделать нечто более полезное, чем просто бэкстейдж. И вот сделать документальный фильм про продакшн. И, скорее всего, устроить даже премьеру. Я думаю, много кому будет интересно. Круто. Кого позовете на премьеру? Я думаю, всех желающих. Кто подписан на наш инстаграм, уж точно. Все зрители, которые у нас смотрят, могут потом прийти, когда вы это делаете. Да, я думаю, что за зиму мы это все смонтируем. И что весной, летом следующего года можно будет уже заценить. Сейчас подписался просто на новый проект. Я не на ходу, не сейчас это придумал, но в любом случае подписывайтесь на продакшн, потому что мы постоянно ищем специалистов и в Москве, и в Питере. И по постпродакшену, и там прикольные мемы. Круто, круто. Спасибо тебе большое. Друзья, подписываемся на социальные сети ребят и ищем мемы и классные ролики. Гоги Ко Продакшн. Вита был на связи. Спасибо. Спасибо.